28-летняя дочь Мегртыча Акраяна владеет особняком в графстве Сури в Великобритании. Его приобрели три года назад за 6 миллионов английских фунтов. Это около полумиллиарда рублей. Вся семья Акраяна, он сам, жена, сын и дочь указывали адрес этого дома в документах их действующей британской компании Bento Minerals Europa Limited. Фирма продает сырье, бентонитовую глину, которую потом применяют в строительстве, в очистке воды и добавляют в корма для животных. Из документов фирмы мы также узнаем, что главный конструктор Союза, как и его жена, резиденты вражеской Великобритании. Команда оппозиционера Алексея Навального обнаружила активы главного конструктора завода Союз в Европе и Великобритании. Также Мегртыч и Краян и его супруга являются резидентами этой страны. В России завод занимается производством, в том числе двигателей для крылатых ракет Х-22 и Калибр. Именно эти ракеты российская армия использует в войне против Украины. Обстреливая мирные города. Вот в этом лицемерии, собственно, и есть все путинское государство. Эти люди постоянно говорят о том, что НАТО пытается на Россию покушаться, о том, что Америка это недружественная страна, что Евросоюз там подступает вместе с НАТО к российским границам и пытается завоевать Россию. И при этом у всех этих чиновников, ну ладно, не у всех, но у большого числа чиновников собственность за рубежом, там активы находятся на Западе, их жены постоянно там отдыхают, их дети ездят за границу. Ну вот буквально в январе мы рассказывали о том, как дети чиновников постоянно светятся в странах Запада и, собственно, даже не скрывают это, потому что публикуют фотографии и видеозаписи в инстаграм-аккаунтах своих. Кроме того, семья Акраяна владеет бизнесом в Польше. Им руководит брат конструктора Арутюн. Супруга Акраяна и его сын Андраник являются акционерами литейно-механического завода в Подмосковье. Сам Акраян входит в совет директоров предприятия. За то, что этот завод занимается производством деталей для российской военной техники и вертолетов Ка-52, он внесен в санкционный список. А вот авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» и сам Акраян под санкции не попали. И, конечно, это возмутительная ситуация, что до сих пор на него не наложены санкции, до сих пор он не лишился своего имущества. И мы написали все формальные заявления, какие только возможно, чтобы лишить его вот этого теплого британского местечка, куда он может приезжать после того, как он построил двигатели для ракет и может тратить там свои миллионы. Мы сделаем так, чтобы этого больше не происходило, и чтобы никакой российский коррупционер, особенно причастный к чудовищной войне, он не мог отбомбиться, а потом приехать жить себе куда-нибудь в Чехию, в Великобританию, Францию, Италию, куда угодно. Эти пути для них должны быть закрыты, мы над этим работаем. В своем отчете Институт изучения войны сообщил, что президент России Путин сам способствует тому, чтобы в России процветала коррупция. 6 февраля он подписал указ, позволяющий российским депутатам и сенаторам публиковать свои доходы анонимно, без указания персональных данных. Ранее, 29 декабря 2022 года, Путин подписал указ, освободивший всех российских чиновников, включая военных и правоохранителей, от публичного декларирования доходов. Эти два указа, вероятно, являются попыткой Кремля успокоить политических игроков, составляющих внутреннюю базу поддержки Путина. И, скорее всего, будут продолжать способствовать институционализации коррупции в России. Из зачета Института изучения войны. По данным рейтинга, составленного Transparency International, Россия заняла 137 место среди 180 стран в индексе восприятия коррупции 2022. Юлия Биль для телеканала Freedom.